всем привет привет друзья меня зовут вероника джейми и добро пожаловать на мой канал сегодня я решила заснять максимально нестандартное видео для моего канала а именно кукинг я очень сильно люблю готовить стараюсь частенько пробовать для себя новые рецепты но у меня есть один рецепт который на данный момент является моим самым сильным и все мои люди в семье а именно мама очень любят когда я готовлю это блюдо это будет лапша удон так что сегодня я бы хотела в уютной обстановке поделиться с вами рецептом как я готовлю лапшу удон с курицей пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на мой канал еще не подписаны и давайте уже готовить наверное стоит сделать некое предисловие а именно это будет нестандартный кукинг потому что кухни у меня нет ее просто нет потому что я переехала несколько месяцев назад и мы собирались купить кухню в икее но икея сказала стопе не в этот раз и просто прекратила свою деятельность на территории российской федерации поэтому давайте представим что здесь у меня очень модная потрясающая большая просторная кухня и так что нам понадобится для приготовления удона с курицей первый и самый неожиданный ингредиент но очень важный это удон если у вас нет удона то вы не сможете приготовить удон до этого я всегда использовала вот эту лапшу покупала ее в ленте она стоит не очень дорого до 100 рублей точно но сегодня я хочу сделать немножко большую порцию поэтому взяла вот этот удон где покупала я его уже не помню по моему красным и белым это алкогольный магазин я прошу не спрашивать вас о том что я делала в алкогольном магазине а просто принять тот факт что я купила там лапшу все никаких вопросов будем готовить из этой лапши дальше свежие или не очень овощи а именно перчики любого цвета и морковка и собственно для удона с курицей нужно сама курица и пожалуй самый важный ингредиент от которого очень сильно меняется вкус всего блюда это соусы во-первых соевый соус я купила сразу целый литр он по вкусу абсолютно нормальный для готовки отлично подходит и вот такой соус лапши он безумно вкусный в меру острый но даже если вы человек который не любит острое поверьте этот соус вам понравится потому что он такой острый сладкий так что вот это прям самое главное на часах уже 22 20 по моему это прекрасное время для того чтобы поесть так что давайте начнем готовить для начала вскипятим воду для лапши и логично было бы если бы я сделал это заранее потому что киптится она будет минут 15 но я не настолько продуманный человек поэтому я просто сейчас поставлю ее киптится и буду чем-то себя занимать 15 минут так ладно на самом деле пока у нас есть свободное время я займусь тем что порежу овощи я уже всех помыла так что давайте начнем с перчиков и вот сколько перчика у меня получилось я знаю что чисто визуально кажется будто его совсем мало но на самом деле этого более чем достаточно мы же все-таки делаем лапшу они овощной салат вода уже практически кипит поэтому давайте немного посолю и сейчас закинул лапшу тут написано что варить нужно всего лишь три минуты это довольно мало что будем следовать инструкции отлично прям супер а как вторую половину лапши туда засунуть эй эй вот сейчас все выгодит немножко получше буду помешивать и варить в течение нескольких минут лапша у нас сварилась я только что промыла ее холодной водой поэтому пока она просто будет стоять и ждать своего часа а мы дальше продолжаем доделывать другие продукты такого количества моркови мне более чем хватит так что пока что ее и перчик я просто отложу и сейчас буду резать курицу что-то мне подсказывает что курица еще не до конца разморозилась неважно подожди я дам я дам тебе господи боже мой все на кушай итак у меня есть огромная сковородка на этой сковородке можно жарить вообще все что угодно и сейчас начну я жарить вот эту курицу курица жарится очень быстро и достаточно буквально пять минут побыть на сковородке и она уже становится полностью готовой кстати в этом плане мы с ней похожи потому что в школе недостаточно пяти минут я тоже уже готова готова идти домой здесь конечно есть парочку еще кусочков которые не до конца зажарены но ничего страшного они уже скоро будут доделаны а пока что добавляю сюда овощи чисто визуально вот так должно выглядеть мясо с овощами добавленными если вдруг у вас он выглядит как-то иначе то возможно вы готовите другое блюдо а сейчас очень аккуратно добавляем нашу лапшу так давай давай это что такое мне кажется у нас возникли о нет никаких проблем все хорошо добавляем соусы я очень советую вам не быть жадными когда вы добавляете потому что чем больше вы добавьте соусов тем насыщеннее будет вкус ну и вот что у нас получилось вот такая вот жижа должна выйти примерно такого коричневого цвета и да возможно выгодит не очень аппетитно но поверьте мне это безумно вкусно также я настоятельно рекомендую при сервировке боже мой очень тяжелая сковородка при сервировке обязательно добавьте кунжута просто посыпьте сверху это очень сильно в лучшую сторону меняет вкус и даже визуально блюдо становится намного красивее ну что друзья мои мне кажется у нас все получилось пахнет очень вкусно я попробовала на вкус тоже ничего поэтому я считаю что вот это это мой триумф на самом деле огромное вам спасибо за просмотр этого видео я искренне рекомендую вам этот рецепт потому что во первых посмотрите какая у меня огромная получилась порция мы с мамой будем ее есть где-то 2-3 дня и это есть регулярно есть в день по три порции так что правда советую вам как-нибудь приготовить такое дома это очень легко я надеюсь что рецепт был понятным что когда вы будете готовить это дома вы не сожжете кухню и ваши родители не наругают вас я верю вас и надеюсь что это видео подняло вам настроение опять же если вдруг вы новики на этом канале то посмотрите другие мои видео из разных путешествий просто всякие смешные видео или например недавно я снимал видео где показываю подарки на мой день рождения мне кажется такое многим зайдет спасибо большое за просмотр я вас очень люблю увидимся совсем скоро в следующем видео поставьте лайк подпишитесь нажмите на колокольчик и пока пока пока